Светлана Николаевича Федоров это такой бриллиант огромный многокаратный и он войдет в историю вошел в историю своей абсолютной уникальностью мало того что он практически один из первых а если честно говорить первый поднял на невыносимо высокий уровень престиж российской медицины в офтальмологии международный уровень где достаточно очень серьезно трудно пробиться а Федорову это удалось своими идеями своими организаторскими способностями созданным коллективом и не случайно что он единственный офтальмолог России который вошел в аллею славы лучших офтальмологов мира американской академии наук академии офтальмологии что касается какой-то интересной истории про Светлана Николаевича их было конечно очень много достаточно много в период нашего тесного общения но конечно вспоминается в первую очередь знакомство с ним и вот это знакомство было совсем неожиданно во первых поговорив с ним в кабинете короткое время он спросил меня был ли я в Протасово в том месте загородном в 40 километрах от Москвы где вот строились дома для сотрудников так сказать Федоровская деревня где был его дом я сказал что нет я не был и он тогда дал задание меня на следующий день отвезти туда и так состоялось на машине меня привезли в Протасово там активно шла стройка я сидел на бревнах на каких-то и ждал Федорова где откуда он приедет понятия не имел ну и прошло достаточно много времени тучи на небе собирались начал накрабывать дождик думаю вот я попал где-то за городом под Москвой ни транспорта ничего как что мне быть что делать и вдруг появляется темно-синий Мерседес старый и вот так сказать по моему до сих пор есть есть у него на даче и за рулем сам Федоров ну и он меня провез по всей территории вот этой Протасовской деревни по своим хозяйственным постройкам молочная ферма там был зарыт так сказать туннель метро где выращивались шампиньоны грибы он очень хвастался этим делом как ребенок и это было настолько зажигательно и когда он видел что мне это нравится он сам ликовал то есть это был человек во всех эмоциях не утративший вот детского восприятия до самых последних дней поэтому идеи все его казалось бы какими-то сумасшедшими и невыполнимыми в результате они становились явью и он добивался того чтобы они реализовались потом мы поехали к нему на дачу он показал мне свой дом который особо не отличался от домов остальных сотрудников говорила уже его скромности потом поехали на старую дачу в поселок космонавтов где мы с ним позавтракали и поехали в москву на похороны академика бураковского таким образом я пробыл с ним весь световой день и поздно вечером мы вернулись в мантыка на следующее утро пригласил меня в кабинет где с таким удивлением мне рассказал ты представляешь после тебя я поехал на мотоцикле со скоростью 200 километров в час и мне на скорости муха прилетела в лоб а если бы она прилетела в глаз рисковал и ушел из жизни так в воздухе и рисковал всегда во всем ничего не боялся и потом он тоже вот если говорить интересный факт в этот же день он пригласил меня позавтракать в свою комнатку за кабинетом и мы ели яичницу даже по рюмочке выпили я никогда не забуду как он ел он разрезал вот эту яичницу яйцо разбазовалась так сказать по тарелке брал кусок хлеба все это подбирал ел крякал и говорил какая вкуснятина то есть он вкусно жил он вкусно работал он был человек недюжинного таланта и способностей таких людей я не знаю раз в туалет в тысячу лет может быть кто-то и встречается но память о нем всегда жива и он всех нас заряжал своей энергией и заставлял двигаться вперед любимая его поговорка была хватит спать вот во многом мне хотелось бы повторить его слова это касается всех нас в прямом и переносном смысле вот 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 вот